Школяр Верблюд и шел, другой верблюд и шел, и третий верблюд и шел, и весь коробок и шел. От книг дневных, от перов и вечерних к концу семестр гуделый висок, дремал школяр, предстоял сочинник, амаш, который бросок во всех был далекых значениях один. Верблюд устал, другой верблюд устал, и третий верблюд устал, и весь коробок устал. Гертруде снился туман стукрылый во сне, шептала она, взорвут шкаляр, созвездия красной силой твоей не пренебрегут, тебя не убьют, мой милый один верблюд упал. Другой верблюд упал, и третий верблюд упал, и весь коробок упал. Шел курс второй, не глубок, но ровен был сон, светала, редя туман, кругом скрипели врата часов, вдали кремел барабан, серьезный, как вам, бетховен. Один верблюд издох, другой верблюд издох, и третий верблюд издох, и весь коробок издох. О, башка, высокотцы бьет с прикладом, о, чуждый трепет, а сон молодой, когда не помнишь ни книг, что рядом грозят, ни девы святой, ни имени той, что рядом один верблюд воскрес. Другой верблюд воскрес, и третий верблюд воскрес, и весь коробок воскрес. Школяр, очнувшись, размял до хруста плечо, бальзамом висок натек, сказал Гертруде, прощая в густах земну, пригладил вехов, и вышел во двор, там пуст. Один верблюд ушел, другой верблюд ушел, и третий верблюд ушел, и весь коробок ушел, один верблюд ушел, другой верблюд ушел, и весь коробок ушел.